А зимний сад, а зимний сад А лап-чуруб-чарап-чучап Чарап-чуруба-джиби-джо Ну что, я? Я, я, я? Я почитал ваши комментарии, знаете, немножечко они меня посмешили Ну посмешили и все А вот, как говорится, теперь без смеха Без смеха я уже вам рассказывал, что Загрязнение организма, которое начинается, ну, с самого раннего возраста А именно, ну как только грудное вскармливание заканчивается У кого оно было грудное вскармливание И ребеночек начинает питаться взрослыми, значит, продуктами И вот тут-то и тут-то и начинается оно И начинается оно, знаете, до такой степени, что Что-что-что-что-что-что Что потом вы не знаете, куда деваться Мне написали Мне написали Вот, значит, вот пишут Вот пишут, 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 пишут Вот это, знаете Будем говорить Последствия вот этой вот Зашлаковки организма и так далее И так далее, и так далее излагают и говорят, а как вот от этого, от как же надо избавиться. Итак, здравствуйте, Петрович, это я. Я вам уже благодарна за ваши труды. По вашим книгам моя мама 20 лет назад восстановилась себя со дна болезни. Ну, отлично. Мама-то восстановила. Я сама оздоровлялась по вашим методикам, чисто печень, кишечник, оздоровлялась с помощью урины лет 8 назад. Ну, продолжите тогда, продолжите. Ну, это было лет 8 назад. Да, а теперь вот, что за эти 8 лет произошло? Да, сейчас мне нужна ваша помощь как профессионала своего дела. Кстати, я думаю со всем этим делом завязывать какое-то неблагодарное, знаете, вот какое-то такое неблагодарное. Ну, ничего не то, чем-то на другим заниматься. Потому что, как говорится, так, ну, продолжим. Я написал они же о своих проблемах и процедуры по оздоровлению, на которые я сейчас психологически и физически готова. Вот это умная, здравая мысль. Так, верно ли я подобрала варианты очищения, исходя из моей ситуации? Вот я сначала, знаете, все это читал, 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 потом такая бах, все сразу стало ясно. Ну, все сразу стало ясно. А до этого, знаете, вот как к врачу приходит и запутывает. Мне сейчас 38 лет. После 3,5 лет отсутствия всех жизненных опор, плохого питания, длительных психоэмоциональных переживаний, различных неактивных эмоций, отсутствия видения выхода, мой организм весь посыпался. Что за карамерно? Да, так оно и есть. И вот так сказать, и тут, и тут, вот этот, если блок взять, как бы сказать, но не то, что кто там виноват, кто виноват, да? Вот общество наше, оно не заинтересовано в том, чтобы члены этого общества были здоровы. Отсутствие всех жизненных опор. А почему вот эти социальные институты, как бы сказать, не оказались своего влияния на жизнь этой женщины, чтобы как-то поддержать? Опор нету, ёмоты есть. Плохого питания, плохое питание. Ну вот с плохим питанием, знаете, я несколько не согласен. Вот я сейчас только что взял горсточку проросшей пшеницы, немножечко творожка, я думаю, это можно... Пшеница вообще проросшая ничего не стоит. Творожок там немножко стоит, кефирчик стоит, всё это смешал и получил полноценную витаминную смесь, которая, ну будем говорить, облагораживает мой организм. Ну всё даёт, всё даёт, уси витамины. Да, кстати, не подумайте, что я пьяный. Это я так считаю, потому что мне надоело уже вот это вот, знаете, тупость, беспросветная тупость какая-то и глупость. Вот эти две, тупость и глупость, которая порождает вот это всё, что мы сейчас видим перед собой. Ну ладно, поехали дальше. Так, длительных психоэмоциональных переживаний, а знаете, здесь вы должны так своим собственным умом работать, чтобы этого не допускать. Вот они возникают, и у меня возникает, и всё там такое. Но, знаете, всё реже и меньше, всё реже и меньше, потому что я уже научился самоконтролировать себя, и как только что-то такое возникает, это стоп, а насколько это важно, а что это там такое, а что ты тут это самое запаниковал, а что ты тут это самое закипятился. И всё это, знаете, потихонечку раз-раз-раз уходит. Негативных эмоций вот это всё, отсутствие видений выхода, а вот это уже, а вот это уже, это как раз вот отсюда, и всё начинается, видений выхода. Практически никто не понимает, практически никто, ну, за резким исключением, зачем человеку даётся жизнь. И от этого и начинаются все вот эти вот вещи, то есть мировоззрение неправильное, которое вместо того, чтобы остриё было направо, направлено на саморазвитие и совершенство. А это можно практически везде делать, грубо говоря. И так, и сяк. Вот уперлась, когда в материальные блага, вся наша жизнь, а материальные блага уже давным-давно, знаете, по большому счёту поделены, и выделяется столько, чтобы, знаете, вы тут ничего такого не делали так. Естественно, мой организм посыпался, что закономерно. Так, вот это всё повлияло, в первую очередь, смотрите, повлияло, ну, кроме вот этого плохого питания, значит, вот эти все эмоциональные переживания и отсутствие видений выхода, они повлияли на полевую форму жизни, то есть на сознание, которое построило и руководит физическим телом человека. Ещё разок я обращаю ваше внимание. Не считайте, что физическое тело у вас что-то там само по себе существует. Его строит и им руководит определённая программа, которая заложена в вашем сознании. И как только в этом сознании начинают вот эти все эти негативы и прочее-прочее появляться, значит, руководство информационно-энергетическое, вот этим вот, будем говорить, тонким телом, по которому строится физическое тело, нарушается. Мы даже не будем брать там какие-то там, знаете, эти самые нервную систему, эндокринную систему и так далее. Сначала всё это разрушается, начинается на мысленном уровне. И пошло, посыпалось. Далее вот это и начинается эндокринная система, и нервная система, и мышечная система, и пищеварительная система, и костно-мостно-хрёстно-дрёстно, и всё остальное. Итак, сейчас у меня нашли итоги всего этого, значит, нажитого через 8 лет. Первую стадию остеопороза обеих рук, остатки движения в жизни, а, а, а тут, значит, как бы сказать, где-то, 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 ну, где-то это и, я думаю, и правда. То есть обычно так, смотрите, первую стадию остеопороза обеих рук, и тут, как бы сказать, толкование идёт такое. Отсутствие движения в жизни, страхи застой, обвинение себя, чувство, что стало жертвой обмана, всё так и есть. Ага, вроде как на руки сказалось. Это всё сказалось, вот это всё сказалось. Начало на работе вашего организма, а потом уже на руках. То есть не надо думать, что, вот смотрите, если бы у вас, грубо говоря, вы вот отсутствовали движения в жизни, там и так далее, если бы у вас было нормальное питание, будем говорить, несмотря на страхи жизни и застой, который там, этот, у вас никакого остеопороза не было. Так? А мы ещё скажем. С 2013 года от аутоиммунной тиреоидии, то есть какое-то аутоиммунное заболевание. Вот когда, знаете, не могут вам ничего сказать люди в белых халатах, вот тогда вот что-то тут такое придумывается, такое наукообразное, и вы думаете, ух ты, аутоиммунно, тиреоидит, что ж это такое? Да, да, это аутоиммунный тиреоидит, всё, вот поэтому-то у тебя и руки стали крюки. Лечилась гомеопатией, ух ты, и сейчас записано к эндокринологу гомеопату. Ну, знаете, вот на нашей глупости процветает огромное количество свозможных вот этих вот гомеопатов, кринопатов и прочее, 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 прочее. Вместо того, а вот сейчас мы, сейчас мы как раз и дойдём, вместо того, чтобы посмотреть у корень, у корень проблемы, вас начнут охаживать и естественно мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани-мани высасывать деньжонки из ваших дырявых карманов. И поэтому отсутствие психоэмоциональных переживаний, где негативные эмоции обобрали, и отсутствие видений выхода, только деньги платим, ожидаем какого-то эффекта, отвлечения. А дуля с маком получается, дуля с маком. Так, и вот тут, знаете, ещё, вот эти вот, как бы сказать, научились делать, что у вас, какие там гормоны, кровь берут, говорят, то-то, 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 это пониженное, это, 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 и говорят, ой, а как повысить? А вот повысить, вот смотри, вот это лекарство, а если понизить, вот это лекарство, и так далее, и так далее. Итак, сейчас показатели ТТГ упали почти у нуль. В значении тринадцатого года нарушился кальциевый обмен, оттого и руки, да и все кости разрушаются. Не верю в себя, ага, а трактуется, не верю в себя, свои силы, свою ценность, и значимость, свою нужность, не иду по пути души. Ну а кто вам мешает? Поднять свою ценность, значимость, если так, мы, знаете, вот так пока разберемся. А на самом деле, на самом деле, ох, я как сейчас дойду до самого дела. Далее, в моче появились кристаллы, но почки в порядке, камней нет. Хорошо. Далее, есть проблемы с ЖКТ. Камни в желудочном пузыре, побаливает поджелудочное, гастродоуденит еще со студенчества. Со студенчества. Гастродоуденит, насколько я понимаю, если сейчас мы так, это гастродоуденит. Ну-ка, что это такое? Ну, как я говорил, гастродоуденит, воспаление, воспалительное заболевание слизистой и двенадцатиперстной кишки и пилоритической зоны желудка, ну и выделяет гастродоуденит. Так вот это. То есть воспалительное заболевание слизистой двенадцатиперстной кишки. О чём это говорит? Это говорит о том, что наша слизистая двенадцатиперстная кишка, она, естественно, восстанавливается. Она, естественно, покрыта, допустим, какой-то защитной слизью, плёнкой или ещё что-нибудь такое. Но если вы загружаете туда, в студенчестве, всё там подряд, то есть всё пятое-десятое, то всё это начинает смываться, не успевать восстанавливаться и начинает, естественно, воспаляться и болеть. Так она и с воспалительным заболеванием слизистой двенадцатиперстной кишки. То есть вы на неё оказываете агрессивное воздействие. Агрессивное воздействие, но не кислотой же, не ещё чем-то там таким. Вы на неё оказываете, естественно, пищу, пищевыми вот этими веществами, вот это всё, что образуется в желудке. Вот смотрите, в желудке, вот если так вот разобраться, что-то вы съели такое, да? У вас выделилась на это съеденная, допустим, соляная кислота, началось пищеварение, то есть, как бы сказать, выделилась агрессивная среда, которая в желудке, ну, за счёт механизма, который имеется в желудке, там, слизистая оболочка своя и так далее, и так далее, и так далее. Всё это, значит, как бы сказать, должно перевариться и нормально. То есть там вот это вот на пищу выделенные вещества, пищеварительные соки, вот это кислые соки, соляная кислота и так далее, они, как бы говоря, должны сработаться в желудке. Потом открыться должен сфинктер, то есть клапан между желудком и двенадцатиперстной кишкой, и уже обработанная в желудке, понимаете, форштейн, да, здесь форштейн, обработанная в желудке содержимое, и лишённая агрессивности, потому что соляная кислота, сейчас сработалась на это, она уже попадает в двенадцатиперстную кишку, совсем с другой средой, и там начинается другая часть пищеварительного процесса. Но если вы, мои любимые, глупенькие, возьмёте и это всё смойте, то есть вы покушали, через какое-то время там, когда идёт пищеварение, вы только, опа, допустим, ну, решили выпить чаю или кофе, и вы только раз это всё смыли в нежележащий отдел. Смыли вот эту всю эту ещё агрессивную кашицу с этими все соками, естественно, воздействовало на слизистую двенадцатиперстной кишки, и вызвало что? Повреждение её, которое привело к воспалению. Поэтому, чтобы не было вот этого вот гастродугудемита, надо нормализовать своё питание. Питание нормализуем. И не нормализуем не по белкам, там, полноценное, сбалансированное и так далее, а нормализуем по таким простым вещам. Жидкости до еды, потому что они и покидают желудочно-кишечный тракт, особенно желудок, да? Дальше желательно что-то там типа салатика такой или тушёные овощи. А потом уже что-то там, кашу так кашу, мясную так мясную, и не мешайте. И не мешайте, и ждите, ждите, когда у вас появится чувство голода, которое укажет вам, что здесь всё уже переварено, прошло сюда дальше, здесь уже своено, всосалось, уже кровь стала менее насыщенно питательными веществами, и центр, центр, вот здесь вот центр в голове сообщает, что кровь стала голодная. Надо подбросить опять следующую порцию пищи. Вот, с астроуденитом, а естественно ещё со студенчества. Да кто вам учит, как питаться? Первое, второе, третье, компот, чай или так далее в качестве третьего, и всё разрушается, всё разрушается. Всё, что нормально, будем говорить, съедено, перечёркивается и так далее. Естественно, сплошные проблемы по желудочно-кишечному тракту. Так, в прошлом году появились гемородальные узлы, появились гемородальные узлы. Как бы сказать, дальнейшее развитие вот этого всего процесса, процесса интоксикации, зашлаковки организма. И вот самое главное. За поры три года, так, плохое питание и в целом осковывающий страх, тоска, аутоагрессия и невыраженный гнев, безысходность. Это, как бы сказать, вот это вот ведёт к запорам. Ведёт к запорам. Но, знаете, вот можно много придумать вот этого, знаете, сидят там молоденькие блогеры и там придумывают, или где-то это, а как же вот это. И вот это вот ставится на первое место, вместо того, чтобы с самого начала подумать, что голубушка, да вы зашлаковали свой организм до нельзя, до нельзя вы его зашлаковали. И, возможно, вот за поры три года, что человек, допустим, не ходит неделю и считает, вот, у меня там запор. Или там, грубо говоря, три дня он не ходит в туалет, а вот у меня запор там трёхдневный, а то недельный и так далее. А то, что он, допустим, в студенческие годы раз в сутки не ходил, или два раза в сутки не ходил, да это не запор, это так, это так что-то такое. И, оказывается, голубушка, запоры у вас там, грубо говоря, чуть ли не со школьной скамьи всё это дело началось. А вот такие уже злостные, вы только сейчас их видите. А то всё вроде как нормально там было. Вот. Так. Частые головные боли. Что может вызвать слизь в голове? Ух ты! Что может вызвать слизь в голове? Ага. Общая зашлаковка организма. Правильно. Проблемы с позвоночником. Верно. И в целом неуверенность в себе и низкая самооценка. Ну, поднимайте самооценку. Вы знаете, я её настолько поднял. Вот поднял. Вот недавно мне позвонили с первого канала насчёт там лунного цикла, что-то такое. Ну, выступили. И я, знаете, как-то это стало. Решил отказаться. Да, зачем она там мне надо. Но последовала такая фраза. Мол, мы вам хорошую сумму дадим. И тут на эту сумму, знаете, я и клюнул. Ага. Ну, сумма всё. Просидел всё им, рассказал и так далее. Там, знаете, какие документы я им выслал. Хопа, только приходит. Вот такой вот договор. И причём там, так сказано, вы его подпишите, а мы там уж сами там разберёмся. А я насчёт этих договоров, знаете, вот договор, ну вот на трёх листах, вот представляете себе. Эти ещё юристы. Они, ох, доят денежки. Ох, как они любят. Ох, как они обдирают. Ох, не дай бог вам с ними столкнуться. Вот. Вот так вот составили договор. Хотя, хотя. В чём смысл договора? Я участвую в передаче. Ну вот как там специалист или как там этот эксперт. Вот за что, значит, я получаю гонор. Всё. Я вам дал. Это ваши. Используйте передачу, вы это. Причём тут вот такой вот договор? Вот при чём это всё? Понимаете? И я так, ну не хочу сказать, чтобы вспыхнул. Немножечко такое было. Говорю, так, оформите вот, подпишите все эти, значит, сначала поставьте штемпселя и пришлите мне сюда. Я тогда подпишу и вышлю вам. Чтоб всё это нормально было. То есть человеком вертят как хотят. Как хотят, понимаете? И вот так мы тебе. И вот так. Да мы тебе по-всякому. А ты им скажешь, ну, хорошо. Вот сейчас, вот знаете, ещё разок меня поучило телевидение. С НТВ я уже никак не общаюсь. Знаете, вот никак там. Вот, а теперь вообще, вот сначала, сначала, а вы, я вас за язык не тянул, вот сюда вот, а потом будем, значит, разговаривать. А если не успеем, ну, это ваши проблемы, не успеем. То есть, обхожусь без них. Ну, примерно так. Так, книжка самооценка. Так вот поднимайте самооценку. Свою самооценку назначайте, вплоть до того, что последний раз, когда я был на телевидении, я сказал, так я вот за такую-то сумму буду. У них, конечно, шары на лоб полезли. Но, тем не менее, годик проплатились лишние. Значит, смотрите, теперь мы возвращаемся к письму, к письму и начинаем. Из-за того, что организм зашлаковался от этих запоров, вы, скорее всего, запоры трехгодичные, не знаете, дали концовочку, знаете, концовочку надо дать в организм. Сначала она не видна. Они зашлаковали организм до такой степени, что, естественно, вот эта вот железа, эта щитовидная, которая там и тем всем там заправляет, она перестала, говорят, что одно из ее свойств это и как-то на кровь влиять, очищать, не очищать, ну, пускай. Она уже не в состоянии это сделать, поэтому она истощилась. Она эндокринная система, из-за того, что на нее легла повышенная нагрузка, она у ноль села, просто села. Естественно, это самое, камни там что-то в желчном пузыре и так далее, да-да, поджелудочная. Поджелудочная, а что поджелудочная? Ну, это неправильное питание, естественно, она тоже тянет. А вот, допустим, поджелудочная и печень, и камни, все это, это все следствие, опять-таки, зашлаковки такой, печень пыталась все это, пыталась все это, знаете, очистить как-то. А как она очищает? Она, естественно, это все из кровяного русла выхватывает, образуется желчь. Желчь становится настолько ненормальная, настолько густая, что начинается холмеобразование. В желчном пузыре, в самой печени все это откладывается. Естественно, она перестает нормально пропускать кровь. Возникает такое явление, как портальная гипертония, начинается варикозное расширение вен, естественно, геморридальные вены тоже расширяются, и пошло-поехало. Головные боли, да настолько среда внутренняя стала уже другая, что, естественно, головные боли и все-все-все-все это самое. И, допустим, та же печень, в которой происходят все эти витаминные, минеральные и прочие-прочие виды обмена, она уже не может, она уже не справляется. И тогда все эти обмены начинают страдать, ну, какой-то быстрее, какой-то там помедленнее. Ну, в частности, началось рассасывание всех этих костяшек и так далее. Поэтому, поэтому, у меня есть такая книжечка, я обложечку дам, все о запорах. Вот я взял специально для себя, вот для себя, любимого, ну, как разберусь, что такое запоры. И оказалось, это не такая-то простая вещь, запоры. Они делятся на два типа, на психоэмоциональные и, грубо говоря, на те, которые зависят от питания. Психоэмоциональная, представляете, вот такой толщины кишка у нас толстая, так она от переживаний и потрясений разного рода, вот смотрите, такой вот просвет, она становится вот такой вот, вот такой вот, ну, допустим, вот такой вот участок, у нее только раз, вот такой вот, знаете, вот с карандаш сжалось. И чтобы этот запор ликвидировать, надо расслабить организм, это одно. А другое дело, из-за того, что эти алиментарные запоры, это из-за того, что она становится слабая. Стенка толстого кишечника, она вот так вот растягивается, вмещает в себя вот эту вот кучу этого всего, этого дерьма, и не может, не может, не может она вот так перестать теку делать. И в этом вот этом дерьмо стоит днями, а то и неделями, и все это всасывается в круг, и, естественно, весь организм, грубо говоря, человек живет в дерьме. Уж извините за такое сравнение. Ну, видели, люди голодают, что с них выходит? По 10-20 килограмм дерьма, вот это вот все. Вот такие вот вещи. Поэтому начинать надо с того, чтобы избавиться от запоров. Значит, в этой книжке, как избавляться от психоэмоциональных запоров, как от элементарных запоров, там описано, и все, 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 подробненько, подробненько. Лучшее руководство, лучше я сам не встречал. И теперь далее. Так. Верно ли я подобрала вариант очищения, исходя из моей ситуации? Методики очищения. Почитаем. Первое. Пройти очищение неочищенным рисом 3 месяца. Ха-ха-ха. Вот просто, знаете, ха-ха-ха. А, очищение неочищенным рисом, это там, или очищенным рисом, идет в основном от солей. А нам надо от дерьма, понимаете? От дерьма. Для этого делаются очистительные клизмы. Вот что у человека в голове? Рисы я поем. Ха-ха-ха. Просто ужас. Ага. А почему? Так как солью в моче и во всех костях, судя по всему. Судя по всему. Судя по всему. Вот, вот, судит по всему. Неправильно вы судите. Так. Как часто нужно делать клизмы, чтобы не перевозбудить организм? И как страдающие от холода из-за неправильной работы щитовидки? А вот, часто, не часто, опять-таки, это зависит от степени зашлаковки вашего организма. А я так думаю, я так думаю. Первый цикл, две недельки, через день, два литра теплой водички и туда заливаете. На два литра воды примерно столовая ложка соли. Либо, либо можете другой вариант, на два литра воды столовую ложку лимонного сока. Примерно так. Что, в зависимости от того, что у вас есть. Но я думаю, с солью будет лучше. Она будет натягивать. Естественно, в начале у вас будут входить там пол-литра, литр и так далее. Надо добиться, вот в начале, первый цикл вы делаете, допустим, где-то там 10 клизм этих через день. И у вас получается так, что где-то под конец на 9-10 клизму у вас только начала входить вода. Полностью 2 литра. А до этого пол-литра уходила и так далее. Тепленькая вода, кипяченая она должна быть. Не надо туда пулять любую воду. Вода должна быть наичистейшая, подогрета. Иначе вы угробите всю еще микрофлору, вдобавок в толстом кишечнике. И получите такие проблемы, как вам скажут, вымылась микрофлора. Она не вымылась, она просто-напросто вода вся хлорированная. Она была убита хлоркой. Сделали 10 этих клизм, отдохните недельку. И потом попробуйте опять цикл. Да не попробуйте опять цикл, 10 клизм этих сделать. Сколько первый раз? Литр зайдет, хорошо. А на третью-четвертую, глядишь, 2 литра, отлично, отлично. Сделали 10 цикл, опять передохнули недельку и еще 10. Чтоб у вас уже с первого раза 2 литра заливалось. И вы, так сказать, все это дело очистили. Перевозбудить, не возбудить и так далее. Что касается перевозбуждений и прочего-прочего, у нас уже идет перегруз этого видоса, информация. Ну просто перегруз, знаете, сколько мы говорим. Мы с вами говорим, ох ты, 34 минуты только что сравнялось. Пора заканчиваться. Главное, вы поняли, что из-за запоров, из-за неправильной работы щитовидки, вот, как я вам сказал, вот так вот и делайте. Второе. Очищать полевую форму жизни, во мне много боли, страха, тоски, уныния делать каждый день, дышать сколько дышится. Ну попробуйте. Я бы посоветовал не полевую форму жизни очищать, а сначала начать с дыхания Стрельникова, для того и ежедневных прогулок по часу. Вот выбирайте любое время, либо с утра до работы, либо после работы, но выходите и гуляйте. Чтобы у вас появилась какая-то энергия. Не надо вот этого делать. Вам надо энергию. Для этого прогулки час, пешие, и плюс дыхание по Стрельникова. Вот как начнете? С мало там. Ну, об этом я рассказывал там, посмотрите соответствующие видосы. Так. Третье. Сосать масло, думаю, я очень зашлакованно, и мыслями питания можно начать параллельно с чисткой риса, или подожать какое-то время. А вот не надо сосать масло. Вот не надо. Ну, знаете, не надо отвлекаться на какие-то, и перегружать себя излишне, свой, будем говорить, обычный день, разного рода процедур. А то тут вы сосёте. Тут вы клизмы делаете. Тут вы ходите. Тут вы ещё что-то думаете. И так далее. Вот не надо это делать. Не перегружайте себя. Сосредоточьтесь на основном. Так. Четвёртое. Употребление свежей мочи по утрам, натирание тела после нормализации, ага, после нормализации анализа в моче, кристаллы, кетоновые тела и бактерии. Кетоновые тела и бактерии. Ну вот-вот-вот уже. Всё. Сейчас же лучше не пить мочу с такими показателями. А вот тут-то, а вот тут-то. С утра встали. Вы ж любите гомеопатии лечиться. Вот это как раз гомеопатическое средство будет. Три глоточка. Утренней. Уринки. Натощак. И усю. И каждый день. Три глоточка. Три глоточка. Всё. Больше ничего. Дальше. Что тут у нас? Пятое. Так. На очищение печени нет сил. Ослаблено. Организм нужно окрепнуть. Но по восстановлению показателя щитоветки, думаю, можно почистить печень. И верно мысленно. Ну, можно сказать, верно мыслите. Как раз чистка печени у нас будет где-то в конце февраля. Я думаю, за это время вы какие-то силы обретёте. И если правильно вы сделаете подготовочку, то всю чистку печени у вас пройдёт нормально. Ну, вот такие вот вещи написала 38-летняя женщина. И, к сожалению, вот такие вот показатели 90%, если не более, у населения России. За весь земной шар не будем. Поняли, что, что и как, откуда. Не буду повторяться. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит, только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всём объёме и углублённо рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, Наступает темноту, Новым годом он зовётся, И для всех людей даётся. Шелестят конфет-отвёртки, Там как мандарин стоит, И наряженная ёлка Огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись на ровно, Наступает, Наступает, Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, Он по таргерам пройдёт, Разве любовь ждёт, Это-то Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, Волшебства мы жадно ждём, И почёканье бокалом, Хоть и счастье в каждый дом. Веселись, веселись, Веселись на ровно, Наступает, Наступает, Новый, Новый год. Он врачу нам несёт, Он по таргерам даёт, Разве любовь ждёт, Это-то Новый, Новый год. Так, если дружок сердечный, Наливай бакал с карди, Загадай своё желание, einfach звонко Рум рам прий, Хр! М hardened直ик, Мixíсан��emente старована, Веселись на ровно, Оли. Новый, Новый год. Хр! Всiedy всё был разбил ухв, Та-то таргерам дайот, 還是елись, Хр! Отлично! Новый, Новый год! По пио пом-пио, по пио homemых студентом, По пам-пам-пам-пам, poweriera rule, проверён, Пу смilli, пау! Молодом! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бам!